Здорово, ребятушки! С вами Аладушки, и мы с вами в фарм. Продолжаем наше путешествие. Я крайне благодарен разработчикам за то, что здесь нет такой механики, как воздух и всякое такое. О, осторожно. Ну, я имею в виду, что нас никто не заставляет... Смотрите, нас течением несет потихонечку. Нам даже двигатель включать не надо. Может, и по трубе нас несло бы течь? Хотя в... Да. Вот зачем там эта лампочка моргала, я теперь понял. Мы пристыковались. А вот, кстати, сохранение. Теперь я могу сюда попасть. Это все равно все затоплено. То есть, смысл пристыковки... Уж не знаю, каков был. Ну, теперь там это все пристыковалось, и мы можем пойти сюда. Ну, обычно просто смысл пристыковки, швартовки... Он в том, чтобы... Воздух... Если там... Ох... Если там что-то с воздухом... А это мне, случайно, не... Да? Я уж подумал, что мне карапельными канатами придется этот... Что, 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 извините? Вы видели, да? Так, ладно. Берем вот эту штуковину. Нет, не берем. Ну, ладно, не берем. День... О, да. Сверху загорелось, значит, сверху можно нажать. Да. И к чему это? Зачем это? Может сюда, может не сюда. Посмотрим. Это можно утащить, это можно переставлять. А, ну, возможно, сюда. Сейчас посмотрим, если лампочка загорится. Да, лампочка загорелась. Я пока что не вижу общей картины. Сейчас посмотрим. Допустим, это можно здесь. Тут, ну, тут эти буйки вроде как... Оно еще само централизует себя. Это приятно, это прикольно. Ну-ка, там будет сейчас гореть лампочка? Нет, там лампочка не горит. Значит, сюда мне уже ее не надо. Хотя можно. Ладно, давайте смотреть. Мне сейчас интересно вот что. Вот эта вот штука, это... Это зачем? Есть два буйка. Есть какое-то устройство. Есть кран, который эти буйки может таскать. Дальше он туда двигаться не может. Так, у нас сверху загорается лампочка, если мы можем что-то поднять. Возможно поменять, типа, хорошее на плохое. Теперь вот это сюда поставить? Как смена батарейки? Если это оно, то, похоже, было бы логично. Посмотрим. Если я прав в своих рассуждениях, тогда мы эту штуку сейчас ставим сюда. У нас та кнопочка внизу выезжает, и мы идем ее нажимать. Если это не так, то будем посмотреть. Нет, это все пока что так. Как мне и показалось. Это вроде как стержни питания, или уж не знаю, что это такое. масштабненько, ничего не скажешь. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. И что я сделаю? Так, вот это открылось. Да, это я вижу. Топливо, топливо я пособираю. Я не вижу ничего, что там происходит. Я, типа, вот по центру. Только таким образом можно попасть обратно на корабль. Дело в другом. Я, опять же... Пока что я не понял, что я... Возможно, я на корабле что-то сделал. Хотя, я не понимаю. Я не знаю. Извините, ребят. Возможно, кажется, как очевидные вещи, но я пока не могу сложить у себя в голове, что и как происходит. Так, тут мигает лампочка. Игра, кстати, очень хорошо проводит работу со светом. Свет тебя направляет. Свет очень сильно... Так. Нет, мы не отстыковываемся. А что мы тогда делаем? Тут... Нет, тут я хотел сказать, уже перестал свет гореть, но нет, он не перестал. Давайте я сейчас пройду, быстренько гляну, что тут творится. А еще фишка в том, что игра не дает тебе никаких лишних действий сделать, чтобы ты ни в коем случае не накосячил там, где ты можешь накосячить. Поэтому играть, это как говорит, чувак, все нормально, все хорошо. Вот. Ты только этого не делай, так все нормально. Погодите, а это опять у нас активно? Нет, оно больше не активно. То есть кран сам уехал без моего вмешательства, и он больше не активен. Что вот здесь? Это кнопка. Опять же больше... У меня подсвечивается вот это. Но я не знаю, что с этим делать. Где и что нажать? Эти опять же у нас не активны, потому что они взаимодействовали именно с краном. Хорошо. Наверх, наверх, наверх. Что у нас наверху? Заработало у нас вот это. А, обратно? Теоретически обратно нам тоже не надо. Хотя открылись оба прохода. И туда, и обратно. Что мне это дает? Погодите. Я пытаюсь лазить по лестницам на корабле, всегда обращать внимание. Новое какое-то... Нет, не это. Я, честно... Я, честно... Рыба. Рыба не рыбный. Так. Как мне отстыковаться? Раз уж на то пошло... Ну, давайте я двигатель запущу. Что-то происходит. Мне двигателем запитать эту штуку надо? Вы шутите? Вы шутите? Рыба. Все, что я буду шутить на корабле. Рыба. Рыба. Уж на роли. Раз уж на ноября. Время. Помог, уж на faster. Рыба. 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 Давайте попробуем. Да я вижу, что перегрев. Стой! Отпусти! Ну жаль, на одну и ту же кнопку. И схватить, и отпустить. То есть ты что-то делаешь, но с одной стороны да, это удобно. Что будет, если я сейчас запитаю? Ну то есть оно начало показывать мне вот эти вот символы. Да! Это было правильное решение, прикиньте. То есть мне нужно было от своего двигателя запитать всю эту лабораторию, все это сделать. Может я получу какой-то альтернативный источник питания, или... Это выглядит офигенно. Да, получается, что... Что, блин? Получается, что этого источника питания, этого батарейки внизу, было просто недостаточно. Поэтому мне предложили просто это запитать все своим кораблем, но... Вот это... Офигеть сейчас! Офигеть сейчас! Офигеть сейчас! Офигеть сейчас! Офигеть вас! Офигеть сейчас! Офигеть, что это за descendants Офигеть effectively! Заносите деньги! Офигеть его! Офигеть! Офигеть! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что происходит? Туда можно подняться. Хорошо, давайте с другой стороны корабля глянем. Не так, я поверху лучше пойду. Ох ты ж, ёлки. Не, да-да-да, с этой стороны у нас просто... Грубо говоря, дверь, которая нам преграждает... Хотя это не дверь, вообще ни разу просто ворота какие-то, ну ладно. Пойдём посмотрим. Плыть мы всё равно не можем. Вот это поворот, блин. Вот это поворотец. Жизнь-то кому явно не готовила. Лестницы все эти такие бесконечные. Но опять же из-за того, что мы такие маленькие, а всё вокруг такое огромное. Так, на вот этот огромный якорь нажать. Да, я понял. А что будет? Меня просто выпустят? Нет. Вообще не просто. Смотрите, эти лампы начали загораться на заднем фоне. Раз, два, три, четыре. Опять же музыка очень на Alien Isolation похожа. Ну просто целый город воскресили. Тут, правда, никого нет. Я уверен, что вот по тем домикам, если полазить, там найдутся скелеты. Те, кто там когда-то утонул. Но, блин, масштаб. Охо-хо-хо-хо-хо. Охо-хо-хо-хо. Подождите. Подождите. Меня на секундочку промелькнуло такая идея. А это... А может быть, что это конец... Нет, это же не конец игры. То есть в первой части конец игры ознаменовался тем, что мы лишились нашего транспортного средства. То, что наш корабль сейчас находится в таком положении, это означает, что мы лишились нашего транспортного средства? Или... Но мне еще дают играть. Мне кажется, нас все-таки еще могут выпустить. О, я там могу упасть. А как не обратно на корабль попасть-то? Наверное, надо было сверху спрыгнуть. Ну, это было бы больно, но логично. Давайте попробуем. Ну, то есть тут есть очень много таких игровых условностей, как отсутствие урона от падения, выживание в холодной воде, отсутствие кислорода. Ну, это... Ну, мне настолько плевать, что тут есть эти нестыковки. Типа, мне хорошо, мне норм. Я не буду за этим всем гоняться, потому что... Ну, мы здесь все не за этим. Мы за релаксом, за эпичностью, за мной-ка. Чем? Мне показывают, что надо туда, но... Как? Типа, пешочком как-то? Пройти я туда, кстати, не могу. У нас... Мы можем парус поднять. А что будет, если мы его поднимем? По идее... Ветер есть. Я пока что не понимаю, к чему это все приведет. Корабль все равно также пришвартован. Каких-то способов освободиться я пока, опять же, не вижу. А, нормально, меня просто выталкивает отсюда. Мне, кстати, даже не дают управлять. Сейчас, видимо, просто обратно спустят на воду. Ух, красота. Ха-ха-ха. Я, я сейчас не управляюсь. А, нет, вот сейчас управляю. Что сейчас? Да, очинка такая, что сейчас? Я надеюсь, что сейчас мне не обломает мать что-то. Потому что, ну, такой хороший момент, чтобы идти полным ходом. Дай секундочку, гляну, что на радаре. На радаре вроде ничего. Ух, выглядит, конечно, все эпично. Ну, кстати, указатель флажка также показывает, в какую сторону идет ветер. Вот эта музыка чем-то напоминает музыку из «Четвертого героя меча и магии». В «Варварском замке» были похожие мотивы. Ну, не прям такая музыка, но вы понимаете. Чайки полетели. Что сейчас? Мы вынырнули город, запитали его. Он там теперь стоит, готовый для чего-то. Но просто для нас это был способ пройти дальше. Кстати, ой, осторожно. Надо свернуть парус. Потому что, мне кажется, мы бы там долбанулись сейчас. Сейчас я его открою. В этой плоскости пройдем. Да, видите, нам малый хоть все-таки дает. А потом мы его развернем обратно. Чтобы мачт не сломать. Хотя, по сути, нам и этого хода достаточно. И так мы не... Ну-ка, где? Сзади? Мы что-то пропустили? Извините, я схожу, ребят. Это может быть очень важно. Так, пардон. Что-то очень сильно... Это я камеру отдалил, если что. Что-то очень сильно позади мы забыли. Мне кажется, дна тут вообще нету как такового. Или есть. Просто мы очень из глубока это все доставали. Не, ребят. Я туда без корабля не пойду. А на корабле я туда возвращаться не хочу. Даже если мы там что-то забыли. Уж извините. Даже если это был коллектабл. Я, похоже, это пропустил. Смотрите, сколько времени у меня занимает просто вернуться. Так, это... Ой, там человек сидит. Это место, где мы проходили. Да, вот корабль наш. Минутка, ребят. Да, народ. Я опять тут уж извиняюсь. Немножечко сегодня... П. Популярность. Да, на телефон наседают. Оно прям сильно там далеко назад. Очень сильно далеко назад. И, кстати, не так глубоко. Но нет. Второй раз я не пойду. Поехали дальше, ребят. Сейчас подаем парус. Я не играю на полное прохождение. Я не играю... Как бы... Все равно я его потом буду перепроходить. Ну, эту игру, как я перепроходил первую. Я первую перепроходил три раза, если что. Настолько она мне понравилась. То здесь будет то же самое. Я буду перепроходить. И там я уже буду внимательнее. Не на запись. Можно позволить себе пошариться по разным уголкам. Чтобы тебе не было стыдно за потраченное время перед зрителями. Если будут какие-то интересные вещи, то когда-нибудь потом я вам расскажу. Если вы помните, было прохождение Outer Worlds у нас на канале. И после этого я перепроходил игру отдельно для себя. И я потом выложил альтернативный финал, который у меня получился во втором прохождении. И я его выложил как отдельную вторую серию... Ну, как отдельный второй финал на канале. Поэтому здесь, если будет там что-нибудь интересное, то вы точно об этом узнаете, когда я буду перепроходить. Когда это будет, я пока что не могу сказать. Но особо интересный проект остается с нами чуть дольше. Так. Радар говорит о том, что где-то спереди что-то будет. А тут глубина опять такая же конская, да? Давайте подождем, пока оно будет прямо под нами, чтобы еще и вперед не плыть. А потом можно будет опустить парус и попробовать нырнуть. Причем нырнуть, возможно, целиком с кораблем. Посмотрим, как это все будет. Просто погружений не стоит нам включенных двигателей. Где? Радар. Приближаемся потихонечку. Оно там в глубине? Ну-ка, где? Подходим, подходим. Вот будет почти что под нами. Я пойду уберу парус. Так. Думаю, нужно... Оп. Потихонечку вырубать. Попробуем сейчас такую штуку погрузиться вместе с кораблем. Заодно посмотрим, как... А, включись. Как выглядят глубины морские. Парус? А, пофиг. Он сам сложится, да? Это же вроде не наносит ему ущерба. Думаю, не наносит. Ну, надеюсь, по крайней мере. Ну, не то, что парус, а мачта. Итак. Тут буйок, тут цепь. Это нам всегда стандартно подсказывает, насколько я понял, что внизу что-то есть интересное. Возможно, там тоже нужно было... А тут... А тут уже не так глубоко. Тут уже не так глубоко. Ну, ладно. Можно было просто погрузиться и забрать. Но так нырять немножечко атмосферней. Вверх. Селвейдж-хантер, ачивочка, если что. Охотник на... Мусор! Ну, не то, чтобы мусор, а... Ну, блин, а селвейдж... Практически. Что мы тут получили? Мы получили просто кусок... Минуточку. Это красное... Красное топливо. Это случайно не топ... А, нет, не красное. Это мне показалось, что это бочка с взрывоопасным топливом. Ну, как было в первой части. Опять же, я с вами так разговариваю, как будто вы играли в первую часть. Как будто вы знакомы. Если нет, я вам крайне рекомендую посмотреть, найти. Или даже еще лучше поиграть, если у вас получится. Оно, по-моему, не так дорого стоит. Поэтому крайне рекомендабельно к прохождению. И если я не ошибаюсь, они сейчас продаются бандлом и первая, и вторая части. Так что, можете на этом даже сэкономить пару копеечек. Или даже копеечек. Ну, кто за что покупает. Ветер. Поехали. Опять поднимаем парус. И, наверное, да. Второй раз, когда я буду играть в эту игру, я в нее буду играть... Ну, однозначно... Или на украинском, или на английском. Я вот сейчас все просто думаю. Мне нравится проходить игры на оригинальном языке. Но, в данном случае, раз есть локализация моим родным языком, то вполне возможно, что я выберу даже, наверное, украинский, а не английский. Там будет видно. Я пока не вижу никаких преград, препятствий. Давайте полный ход включим. Тут было у нас или где нет? Стой дальше. И тут нам дают полный ход. Красота. Но мы в туман идем. Блин, стойте. В туман. Нет. Да? Я буду потихонечку просто радар чекать. Не знаю, после всей той эпичности, которая сегодня была. Ну, я уверен, что авторы еще смогут чем-то удивить. Просто чем? Это горы там на заднем фоне. Кажется, как впишусь сейчас во что-нибудь со всего маху. Вот эта идея, что придется проплывать где-то под льдиной. Это еще, видимо... Ну, да, это не конец игры. Возможно, у нас еще будет этот момент, где нам придется проплывать под толстым слоем льда. Но если его не будет здесь, то, по-моему, это упущенная возможность. Было бы вполне очевидно сделать что-то подобное. Нам бы, наверное, пора бы уже заканчивать. Дайте сохранение. Сохранение будет перед... Ну, тут есть как бы кусок, который ты проплываешь спокойно, мирно, вальяжно. Вот. А есть кусок с каким-то челленджем, загадкой и всякой такой. Так вот, наверное, сохранение будет после вот этого куска, когда мы сейчас проплываем. Ух. Смотри, что там на заднем фоне. Опять же, льды, льды начинаются. Возможно... О, ну-ка. Радар. Почти что под нами. Вот и сохранение, кстати, прошло. Тогда давайте на этом заканчивать. Посмотрим потом, что находится прямо под нами в следующей серии. Продолжим наше плавание после того, как мы посмотрим, что находится под нами в следующей серии. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok